МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Звязда» – хроника чрезвычайных происшествий Рубикон. В студии работает Антон Лещенок. Здравствуйте! С начала 2024 года белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей и Латвией более 60 избитых и покалеченных беженцев, которые пытались попасть на территорию Евросоюза. При этом 17 человек в результате жестоких действий польской и латвийской погранслужб скончались, после чего европейские пограничники просто перебросили их тела на территорию нашей страны. Печальная статистика европейской демократии и гуманного обращения с мигрантами продолжает пополняться новыми фактами бесчеловечного отношения к беженцам. Так, по данным Следственного комитета в Свислочском районе, днем 15 ноября вблизи польской границы белорусские пограничники обнаружили бездыханное тело гражданина Республики Йемен, а уже 16 ноября военнослужащие полоцкого погранотряда в Верхнедвинском районе обнаружили избитого иностранца. Мужчина с помощью переводчика пояснил, что является гражданином Афганистана. По дороге в европейскую страну его остановили латвийские пограничники, забрали мобильный телефон и деньги, после чего жестоко избили и силы заставили вернуться в Беларусь. Пострадавшему 28-летнему мужчине оказана медицинская помощь. По данному факту, Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. В Оршанском районе на пожаре погибла семья. Вечером 17 ноября при ликвидации пожара в деревне Пашино Оршанского района в жилом доме спасателями обнаружены тела пожилых супругов, а также их 52-летнего сына. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Накануне трагедии сын приехал в гости к родителям. Семья характеризовалась положительно, спиртными напитками не злоупотребляла. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Страшное ДТП накануне унесло жизни трех человек. Еще один находится в больнице. Вечером 18 ноября вблизи агрогородка Добромыслия Лиозненского района 43-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате аварии водители два пассажира легковушки погибли на месте. Третий пассажир госпитализирован. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным следствия, в автомобиле Рено находились четверо жителей одной деревни. Одна из пассажиров, 26-летняя женщина, в настоящее время находится в реанимации. Она единственная была пристегнута ремнем безопасности. Ее 50-летняя мать и двое односельчан погибли. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в прошедшие выходные. На Полочине ночью 17 ноября вблизи деревни Бездедовича 63-летний водитель не справился с управлением и съехал в Кювет. Прибывшая на место ДТП бригада медиков спасти мужчину не смогла. Пострадавший скончался от полученных травм машине скорой помощи по пути в больницу. В связи с создавшимися сложными погодными условиями сотрудники госавтоинспекции призывают быть предельно бдительными и аккуратными за рулем. Уважаемые водители, при выборе скорости движения учитывайте ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого груза, а также дорожные, погодные условия и другие факторы. На Рассонщине утонули два рыбака. Днем 17 ноября двое жителей Новополоска 65 и 73 лет приехали порыбачить на реке Нища. Через некоторое время перевернутую надувную моторную лодку и тело одного из мужчин обнаружил прохожий. Он сразу же вызвал спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли тела погибших из воды. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Рассонским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мало кто не знает эту истину, сказанную лисом маленькому принцу в сказке Антуана де Сент-Экзюпери. 62-летний житель Чашнического района стал одним из незнающего меньшинства. Мужчина подобрал щенка и несколько месяцев пес жил у него в доме. В конце октября этого года хозяин с собакой расправился. Причина – питомец стащил и съел кусок мяса со стола. Поскольку дом расположен на центральной улице населенного пункта, а дворовая территория забором не огорожена, мертвые животные обнаружили проходившие мимо дети. О пешевших ребят увидел прохожий. Он и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр. Установлено, что смерть пса наступила от остановки сердца. Вследствие асфиксии. В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным». К слову, санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. С окончанием дачного сезона приусадебные участки становятся легкой добычей для преступников. Так, уголовное дело возбуждено в отношении 63-летнего ранее судимого мужчины. Фигурант 1 ноября пошел на дело. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Бобовики Полоцкого района, разбив окно в дачном доме, проник в него и совершил кражу продуктов питания и иного имущества. Ущерб составил более 100 рублей. А у меня на этом все. В эфире вновь увидимся 26 ноября. Будьте бдительны и не переходите Рубикон. Редактор субтитров А.Семкин